Я в 85-летию со дня рождения советского поэта-песенника Игоря Даниловича Шоферана называется «На гляжу в озеро сильные». Но у нас наша встреча будет несколько носталлическая, потому что все-таки под музыку Шоферана прошла и ваша молодость, и моя молодость. То есть в 70-80-е годы, то есть в детстве и в юности как раз тоже слушали, пели и танцевали под его песни. И в своей презентации я постаралась все-таки показать, как эти песни исполнялись именно во времена, когда творил Шоферан. Потому что, конечно, его песни перепеваются и современными артистами, но все-таки лучше послушать от лица первых исполнителей, то есть для кого, под какого исполнителя Шоферан писал данную мелодию. Итак, Игорь Давыдович Шоферан, настоящая фамилия была у него Шоферман, родился 13 февраля 1932 года в Атессе, а умер 14 марта 1994 года в Москве. Ну, прожил, как видите, в общем-то не очень длинную жизнь, но жизнь очень интересная. Родился Шоферан в Атессе 13 февраля 1932 года и учился в одном классе, где, так сказать, с разницей в два года с Михаилом Шванецким. Но поскольку Шоферан не дружили, то, скорее всего, они учились в разных классах. Вот я просто столкнулась, что в одном, восьмих источниках пишут в одном классе, а в другом классе, в других источниках с разницей в два класса. Но, скорее всего, что все-таки они учились в разных классах, но в одной школе, но они, в общем-то, не дружили, а подружили. Уже когда встретились в Москве, оказалось, что в одной школе учились, и именно Шоферан убедил Шванецкого пойти по стезе юмориста, поскольку Шванецкий вообще хотел много чем заниматься, но именно юмориста в себя Шванецкий не видел. И вот именно Шоферан убедил его, что он вот для этого предназначен, и не ошибся. А Шоферан жил в Одессе на Малой Арнаутской, до 87, квартира 12, тогда это была улица Воровского. Школу закончил номер 118, школа была восьмиетка, и заканчивал он уже образование свое в 950 году, и он закончил в школе рабочей молодежи номер 11. Ну, а сейчас поговорим о широко распространенной легенде, которая тоже в разных источниках, по-разному звучит. По одним источникам Игорь Шоферан плавал механиком на китобойной флотилии «Слава». Но это не совсем подтверждается, потому что, как следует, если изучать его автобиографию, в 1948 году он поступил на работу в объединение софт-танте Черноморского государственного морского пароходства. Но ни в одном судовом списке в команде его флотилия не упоминается. Скорее всего, что молодой человек все-таки занимал какую-то береговую должность в управлении. Но, несмотря на то, что удалось походить по морям, конечно, море притягивало Шофера на всю жизнь. Но по-другому и быть не могло, потому что человек родился на море, в Одессе. И, конечно, первые стихи, которые он начал писать, это были стихи на морскую тематику, о море и о моряках. Потому что, хоть и не получилось стать моряком, но мечтал моряком стать. И вот самые-самые его первые стихи называются «Будни и матросы». Публиковали, а они были опубликованы в журнале «Юность», тогда очень популярный журнал номер 7, 1958 года. И сейчас мы эти стихотворения послушаем. Итак, первое стихотворение «Матросы». Тяжело приходилось, бывало, в первый год, в самый памятный год. Нас скачало, мотало, швыряло у далеких ревущих широт. Так проходит морскую захалу. А вернулись домой корабли. По земле мы пошли в перевалку, словно пробуя прочность земли. «Будни». Мальчишке мне казалось, что на судне лишь ураганы встретятся в пути. Я плохо знал, что есть у нас в судне будни, которые труднее перенести. Я палубу перемывал три раза, чтобы она сверкала, как желток. И до меня дошло совсем не сразу, что бодсмин справедлив, а не жесток. А в аппетитном царстве щей и каши, где даже холод жарче, чем в Крыму, передо мной кок стоял, как марш. «Когда я в помощь придан был ему, узлы вязал, покраску вел умело, от шлака очищал колосники, и даже не заметил среди дела, как постепенно вышел в моряки. А где-то очень смелые на судне встречали ураганы лишь в пути. Плывут мальчишки, забывая губни, которые труднее перенести». И впоследствии вот на эти юношеские стихи появилось очень много песен. То есть композиторы оценили эту первую пробу пиран, и у шеферана выходит целый морской цикл. Так как выйти в моряки не получилось, но на берегу тоже ожидали трудности. В августе 1951 года Гарри Шеферман поступает в Одесский сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет. Конечно, в общем-то, очень трудно соотнести городского мальчика с сельским хозяйством, вряд ли это было по призванию. Но, скорее всего, с его национальностью и анкетой в Одессе других вариантов не просматривалось. Но вместе с тем учился он в сельскохозяйственном институте очень хорошо, еще активно занимался спортом, волейболом и боксом. А в сентябре 1952 года он был отчислен из института ввиду перевода в другое учебное заведение. Это была некая военная академия. Но, естественно, что фокус в военной академии был придуман, чтобы Гаррика отпустили из сельхозинститута. По некоторым данным, его как хорошего волейболиста переманили в Афрусинский сельхозинститут, пообещав, что он будет включен в сборную Киргизии для участия в спартакиаде народов СССР. И после Одессы он поучился в Афрусинском сельхозинституте. Оттуда он переезжает в Москву и пытается поступить в летний институт имени Бозглова. С первого раза не получается, и пришлось еще год отучиться в Тимирязевской академии. В 1956 году мечты Шекерана сбываются. Он поступает в литературный институт. И на свой курс его взял сам Михаил Светлов. По некоторым данным, именно Светлов предложил подкорректировать фамилию и выбросить одну единственную, как он говорил принципиально, лишнюю букву. Так Игорь Шекерман стал Игорем Шекераном, с легкой Киркина Каила Светлова. Игорь Шекеран всю жизнь Светлова-боготворил, считал его своим учителем, и у него в кабинете всегда на видном месте висела его фотография. В 1962 году Шекеран оканчивает литературный институт по специальности «Литературная работа». Но молодому поэту, конечно, жилось очень трудно, его стихи никто особенно не печатал, и поэтому он получает еще одну специальность артист разговорного жанра первой категории с разовой ставкой 9 рублей 50 копеек. Это был неплохой приработок, и Игорь Шекеран какое-то время работал просто конференцией. Но Михаил Светлов, который разглядел на Игоре Шекеране талант поэта-песенника, решил не помочь и предложил стихи Игоря Шекерана композитору Аркадию Островскому. И так родилась песня «Мальчишки-мальчишки», которую исполнил Иосиф Кобзой. Плывут в океанах, летят высоко в небесах солидные люди с мальчишеской искрой в глазах. Мальчишки-мальчишки, пускай пролетают года, мальчишки-мальчишки, для нас вы мальчишки всегда. С этой как раз песни к Игоря Шекерану и начинает приходить известность. И затем, конечно, главную точку его биографии поставили слова к песне «Лишу в озеро синие». Эта песня была написана к одному из первых таких многосерийных фильмов, очень прекрасных фильмов «Тени исчезают в полтень». Есть легенда, что эти слова едва не стали государственным гимном России. Мы их все знаем. «Лишу в озеро синие, в поля к ромашке рву, зову тебя Россию, единственный зову, не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой». «Лишу в озеро синие, в поле к ромашке рву, зову тебя Россию, я не знаю счастья большого, чем жить одной судьбой, я не знаю счастья большого, чем жить одной судьбой». Не было никаких сомнений, что у этой песни, скорее всего, слова народные. И тем более никому не могло прийти в голову, что эти песни были написаны мужчиной, да еще и одесситом. Даже сейчас ни одни сельские посиделки не обходятся без исполнения этой песни. Ее поют даже во многих семьях во время застольей. Тоже все мы знаем эти стихи, ну и пусть. «Ромашки стрятались, поникли лютики, когда застыла я отбойку слов, зачем вы, девочки, красивых любите, непостоянная у них любовь». Эти слова и песни мгновенно стали народными, а написаны они были как раз для тоже многосерейного телевизионного фильма «Моя улица». Сначала авторы фильма хотели, чтобы в фильме прозвучала песня «Народная», но потом решили, что неплохо бы, чтобы у этого фильма была какая-то изюминка и появилась вот какая-то своя песня, чтобы фильм запомнился через эту песню. Самое удивительное, что Шиферану пришлось эту песню слова переписывать практически пять или шесть раз. И режиссеру все время не нравилось, но последний вариант, когда Нина Сазонова запела «Ромашки», было сразу видно, что стихи попали в цель. Вслед за Ниной Сазоновой исполняли эту песню и многие профессиональные певцы. Конечно, прежде всего это Ольга Воронец, в наше время песню перепевали Вика Цыганова, Татьяна Гуланова, Надежда Бабкина, Алена Апина и другие. Но мы о с вами послушаем, конечно, в исполнении первого исполнителя Нины Сазоновой. «Ромашки спрятались, По fought в Thorlet-газ Nancyanne, Когда распелая огоньки сон. Зачем hypothetical мечи, Какие хурии, непосторонная у них рот. Была еще песенка «Сколько видано» на музыку Якова Фрэнкеля, которая стала чуть ли морским гимном, где простыми словами, без патриотической ноты, переданы чувства моряков, которые, куда бы ни замаривали, все равно только тянет домой. И в Италии, и в Бразилии побывали с тобой, солнце вроде бы изобилия, только тянет домой. Эх, сколько видано-перевидано, солнце вроде бы изобилия, только тянет домой. Не туристы мы, но на пристани мы по долгу стоим. Воздух родина, он особенный, не надышишься им. Их, сколько видано-перевидано, сколько видано-перевидано, не надышишься им. Также мало кто знает, что к юбилейному вечеру Аркадия Райкина на слова Шафирана была написана замечательная песенка «Добрый зритель в девятом ряду» музыка Якова Фрэнкеля. Вот несколько строк. Скрипки пробуют голос несмелно, заполняется публикой зал. Может, Гамлет или Отелло я бы с большей охоты сыграла? Или, скажем, читал бы сонеты? Тихо жил бы за всеми в ладу. Только как же посмотрит на это? Добрый зритель в девятом ряду. После исполнения ее Аркадия Райкина в зале даже не скрывали слез. И всякий раз это повторялось. Может, все бы забросить под старость? На скамейке сидеть бы в саду? Только как же я с вами расстанусь? Добрый зритель в девятом ряду. А в 1985 году вышел фильм «Подвиг Одессы». И для этого фильма была написана песня «Я дома». Тоже музыка Якова Фрэнкеля. И с одной стороны, это стало стихотворением, это песня стержнем киноленты. А с другой стороны, Шахеран таким образом объяснился в любви своему родному городу. И эту песню в фильме спел артист Игорь Скляр, но потом ее пел Андрей Миронов, Сан-Ян Фрэнкель и многие другие. Также все помнят прекрасную песню Юрия Антонова «На улице Каштановой». Как раз очень была популярна в годы моей молодости. В принципе, в 80-е годы ни одна практически танцплощадка не обходилась без этой песни. И жители сразу нескольких городов утверждали, что песня посвящена именно их малой родине. Но, конечно, это песня про Одессу, потому что если вооружить закатные Одессы, то без труда можно найти и абрикосовые, и виноградные, и вишневые. Хотя, в общем-то, было у Шахерана очень много и федератических песен, которые пелись на официальных мероприятиях, были написаны по заказу. Но, конечно, вся страна пела другие песни. Это песня «Шуравлёнок», песня «Белый танец». Особенно нравилась людям именно простота текста. Песни очень легко запоминались. Также народ пел «Мы желаем счастья вам», «Листья жёлтые» ходят песенка по кругу. И исполнительские песни и в праздниках, на дискотеках, в гостях и дома. И вот одна из таких песен – это «Листья жёлтые». Это, в общем-то, к сожалению, единственная песня, которая написана Шахерана вместе с Райманом Паулсом. Но мы знаем, что одно время её пела вся страна. Песня «Белый танец» Песня «Белый танец» Песня «Белый танец» ПЕСНЯ Перемена не выбирают, но жить в эпоху перемен всегда было непросто. Но Игорь Шеферан жил по своим правилам. И вот именно он написал стихи, которые вообще потом стали словами песни «Не лунное сердце». Но в общем-то в этих стихах жизненный принцип Игоря Шеферана. Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может это по науке и резонно, а по нашим, ребята, ни к чему. Нет, ребята, не для нас определенно, жить не видя и не слыша ничего. Даже если будет сердце из нейлона, мы научим беспокоиться его. И у Шеферана, конечно, было очень много завистников. Его называли конъюнктурщиком, человеком-приспособленцем. Конечно, можно принудительно навязать, заставить людей слушать какие-то сочинения. Но, однако, нельзя насильно заставить полюбить себя и войти в народную память из сердца. А стихи Шеферана, конечно, вошли. В 1981 году появилась грустная гирическая песня на музыку Минкова «Мой милый, если б не было войны». Была эта музыка написана и песня «Кинофильм, приказ огонь не открываться». И первой исполнительной песни была Валентина Толкунова. На этом, конечно, настоял Шеферан, потому что именно Валентина Толкунова с ее гиризмом, с ее душевной глубиной, только она смогла точно передать всю прелесть этой великолепной, глубокой, мудрой и одновременно трагической песни. Валентина Толкунова 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 причине не мог ему отдать долг, он этот долг просто прощал и забывал, и никогда о нем не напоминал, если у человека была действительно трудная ситуация. Согласитесь, что в наше время на такое способен далеко-далеко не каждый. В одной из публикаций Анны Шапиан, дочка, дочь вспоминала, приход капитализма оказался для него страшным психологическим ударом. Ничем другим, кроме болезни, он не занимался, и у него было ощущение своей ненужности. На почте стресса он заболел. Лежал в онкологическом центре, но врачи не смогли ничего сделать, и понятно-то попросту выпихнули умирать домой. Ну, конечно, эти слова были написаны сгоряча, потому что Игорь Шапиан был действительно настолько болен, что врачи, в общем-то, практически уже ничего не могли сделать, потому что у него была, конечно, очень тяжелая онкология. Игорь Шапиан умер 14 марта 1994 года. Похоронен в Москве на Даниловском кладбище рядом со своей любимой женой. Вот как раз перед вами две скромные люди. Сейчас об Игоре Шапиане, большом художнике, который помогал жить и чувствовать, подталкивал в идти в ногу со временем, чьи мысли стали ориентирами для целого поколения, сейчас они воспоминают уже постольку-поскольку подтверждение слова Анны Шапиана. К сожалению, папа не отличался деловой хваткой, поэтому многие из его стихов до сих пор остались невостребованными. Я была бы рада, если кто-то написал бы на них песни, но никто не проявляет интереса. Хотя найти нас проще простого. Телефон у нас остался тот же, что и много лет назад. В 2002 году к 70-летию Игоря Шапиана усилиями семьи пробили в Москве в Дубе композиторов благотворителями вечерного памяти. Внучкой Милаши Шапиан был подготовлен документальный фильм «Не найти нам друга ближе, ни сегодня, ни потом». И это до обидного все. Перенося акцент на Одессу, в письме Милаши Шапиан отмечается такое. Никакого одесского материала у нас больше нет. Моей маме он лишь всегда говорил, что любил Одессу, что это его любимый город, который он никогда не забывал. Никогда не забывал Одессу. А Одесса, тем более Одесса нынешняя, его забыла. И помнила ее. Одесса забыла истинного одессита, который никогда не кричит за ней. Одессита, никогда не отказывающегося от нее в погоду заманчивой столичной ценности. Одессита не кричащего, не делавшего, как иные, бизнес на Одессе, признана в мировом бренде. А ведь не так уж много настоящих личностей дала Одесса миру. Личности, унаследовавших от нее первостроительные, прежде всего, честь, достоинство, сочетающиеся с неизвестным талантом. Игоря Шиферана нет, но его песни живы. И как раз в нашей памяти голосом еще и юного Валерия Леонтьева всегда звучит песня 1980 года. «Ненапрятная сторона, только здесь я думаю, только здесь». Именно в этой песне он признается в любви и своей малой родине Одессе, и своей большой родине России. Снежную люблю, люблю в цвету. Лишь одну тебя зову родной. Стану я, земля, когда уйду, в твоей листу, в твоей траве». Мы с вами как раз на нашей встрече сумеем, как говорится, еще раз вспомнить хорошего поэта, настоящего патриота, любящего семьянина, прекрасного папы, очень светлого и порядочного человека. Спасибо. Друзья, мне хочется поговорить по радио, я еще что-то, ничего не услышала на эту тему. Наверное, все-таки поэта забыли. поэта забыли. Спасибо. 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 Спасибо.